снова здравствуйте снова очередные посылки из китая будем их снова распаковывать начнем немножко возможно надоевших вам конструкторов ну здесь вот интерес в чем то что их запечатали аж в коробочку да чтобы они видимо совсем никак не могли попортиться вот но зато есть один минус не понимаешь как их вскрывать у меня где-то гуляет заказанный мною называется скальпель да и с помощью этого скальпеля скоро я смогу более просто все это дело с кровати значит внутри у нас полюбившиеся мне вариант упаковки и вы только на это посмотрите вот что значит щедрый продавец значит здесь у нас находится ford винтажная машина ford винтажная машина ford винтажная машина здесь находится пять одинаковых конструкторов и так называемый подарок подарок из себя представляет пинцетик продавец прекрасно понимает то что без такого рода инструмента лучше даже не начинать сборку этих конструкторов потому что но плюешься и в итоге собрать не сможешь теперь у меня есть пинцетики я могу не ждать когда мне вернут мой инструмент и следовательно смогу начать делать сборку возможно даже вам это покажу вот здесь находится очень интересный интересная посылка шла она всего судя по стресс 11 дней это достаточно быстро наверно везли на частном самолете а в ней находится вот такой вот мешочек по фотографиям конечно я думал то что он будет побольше размером но у меня рука достаточно большая вот такой вот с мою руку мешочек размером который вот так вот развязывается и внутри находится дайте ка понюхаю значит внутри находится чай вот они вот совсем вот небольшие видно да по сравнению с пальцем а а разные заварочные комплекты как назвать это таблетки что ли вот причем вот вот этот мешочек чая а я его заказал где-то приблизительно за 200 рублей к сожалению сейчас этот товар больше у того продавца не продается такое но отдельно сделано вот самое дешевое что я смог найти это это приблизительно 400 рублей то есть я выложу суху не там где купил а там где нашу да за эти деньги здесь входит 50 вот таких вот таблеточек для заваривания чая они имеют абсолютно разные вкусы то есть вы сможете попробовать и определиться с вкусом который вам подходит он называется пуэр ну не знаю конечно может быть пуэр может быть нет я чая как свинья в апельсинах хотя может быть есть свиньи которые в апельсинах разбираются даже получше чем я в чая да но вполне приятно такой пакетик очень мило будем пробовать надеюсь он мне понравится значит здесь чуть дольше шло 12 дней заняла доставка опять же очень интересная для меня посылочка интересная тем то что внутри находится но а ножи у нас кстати имейте ввиду очень часто не проходят таможню на таможне их заворачивают не знаю уж чем они мотивируют а либо признают их холодным оружием либо нет зачастую продавцы не отправляют в нашу страну ну вот в нашем случае небольшой ножичек а изначально владелец бренда судя по всему фискарс а бир гриллс да это известный выживательщик выживальщик как правильно сказать к сожалению я не знаю это человек который вот там в разных диких условиях выживает гербер да вот собственно говоря его лицо а да я отдаю себе отчет что это не оригинальный оригинальный будет стоить ну раз в десять наверное дороже чем обошелся этот мне но судя по фотографиям и отзывам он был очень хорошего качества значит вот внутри мы видим так вот бумажку мы разворачиваем 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 мы видим советы собственно говоря от этого биргризли как сделать судя по всему ловушки для животных как определить где находятся какие стороны света как собирать росу чтобы ее можно было пить потом да дождевую воду как узлы вязать ну в общем такие вещи которые в принципе вот зачастую городским жителям не нужны значит типография сделанных здесь кстати даже сантиметровая линейка есть то есть возможно с этой бумажкой распечатываешь и увидишь а с этой стороны в дюймах судя по всему все это дело но я подозреваю эту бумажку я даже читать не буду значит вполне хорошая типография вполне хорошая типография вполне симпатично интереснее конечно будет нож ну вот относительно руки нож вот такого вот размера значит открывается с щелчком закрывается да путем нажатия на вот эту часть значит можно открыть вот так вот просто вот что то как то он не хочет сдвигаться немножко неудобно возможно из-за его размеров не совсем могу понять вот вот таким вот образом его выдвигать неудобно вот так открывается абсолютно без проблем значит что мы имеем мы имеем зажимчик очень плотно достаточно он будет прилегать хорошо он будет держаться ножи насколько я понимаю правильно смотрят вот в этом месте его люфты да есть они или нету то есть вот само лезвие да вот я пытаюсь туда-сюда поделать оно вроде как не люфтит держится достаточно хорошо держится достаточно хорошо здесь значит у нас как это правильно сказать пила наверное наверное пила к сожалению листа бумажного у меня нет под рукой давайте посмотрим на вот такой вот бумажки я его так порежу окончательно а чего то у нас листа нет вот у нас есть бумажка давайте посмотрим его на бумажке заточка все таки слабоватенькая да на данный момент ну я подозреваю это сделано специально потому что как раз вот один из параметров признания ножа холодным оружием это как раз заточка поэтому очень часто ножи отправляют слабо заточенными да для того чтобы потом владелец заточил его уже под себя в целом что мы имеем мы имеем вот такой вот нож размером с руку значит его лезвие составляет порядка десяти сантиметров достаточно симпатично все смотрится очень такой вот ровно в руке он умещается здесь даже вот не знаю вот прорезинено вроде как с другой стороны достаточно жестко все это дело сделано можно темлячок использовать даже на ротчик привязать его чтобы он не терялся ну я подозреваю то что это вполне хороший нож да для того чтобы ходить с ним скажем за грибами либо там нарезать колбаску в походе на рыбалке ну в целом симпатичный нож хорошо сделан его немножко под заточить и по ценнику ну чтобы вас не обмануть где-то в районе наверное 600 рублей я его нашел на Али заказал ссылочку на него выложу также у меня той же самой марки идет нож большего гораздо большего размера который комплектуется свистком и огнивом более интересный такой ножичек подписывайтесь на видео если вам ноже вообще в целом интересно вот он придет будем его рассматривать как тут я вот ими загорелся ножичек ну да на самом деле рекомендую к покупке недорого да для его качества собственно говоря давайте наверное и продолжим дальше вскрывать привычную для меня упаковку вам наверное будет интересно вскрывается надо будет его подзатащить надо будет его подзатащить и посмотреть что он из себя будет представлять значит в привычной для меня упаковочке находится очередной телефон очередной для меня Asus Zenfone Max в нашем случае это 16 гиговая версия значит опять в очередной раз лежит силиконовый чехол который идет в подарок и есть у меня подозрение что это оригинальный чехол но пока не не могу их подтвердить буквально следующее видео я подозреваю мы будем уже открывать упаковку с оригинальным чехлом и оригинальной пленкой значит это у нас идет в комплекте это не столь сильно интересно значит внутри у нас находится телефон от января 2016 года а телефон у нас как мы видим 2 гигабайта встроенной памяти и 16 2 гигабайта оперативной памяти и 16 гигабайт встроенной памяти цвет белый значит если сделать быстро то внутри коробочки у нас находится инструкция адаптер переходник на адаптер на наш на европеец и кабель также там находятся наклеечки с номером имей это не столь сильно интересно ну начинаем смотреть телефон белый цвет в отличие от тех которые попадают к нам имеет не гладкую поверхность а также как у черного она вот такая под кожу текстурированная поверхность ее очень приятно держать в руках телефон хорошего качества да то есть это оригинальный телефон asus который делался для азиатского рынка хитрые продавцы понимают то что на азиатском рынке он будет не так шустро продаваться как если отправлять его к нам в россию и они его берут перепрошивают на прошивку WW это официальная европейская прошивка ее в принципе можно прошивать дальше вручную по воздуху обновление не приходит и прошить вплоть до шестого андроида я не вижу на самом деле в этом особого смысла ну там кто-то возможно его видит значит по телефону версия 16 гигабайт имеет процессор 1 и 2 гигабайта 4 ядерной камеру 12,6 она если смотреть внутри реально ее заявляет как 13 лазерный автофокус вспышка стекло Gorilla Glass которое достаточно сложно будет разбить размер диагональ телефона 5,5 его основная отличительная особенность заключается в том что он имеет несъемный аккумулятор в 5000 мА и от него можно заряжать другие телефоны скажем Bluetooth гарнитуры например то есть сюда вставляется OTG переходничок в предыдущих видео есть два переходника то есть вы их можете посмотреть увидеть ссылки если надо их приобрести значит в комплектации отсутствуют наушники поэтому если вы привыкли пользоваться наушниками я на всякий случай к видео приложу ссылку на наушники Asus у этого же продавца они есть значит отправляет достаточно быстро доходит 12-15 дней но у меня несколько дней гуляет недалеко от моего дома сортировочный центр сначала потом туда сюда телефон очень интересный я его всем рекомендую к покупке если вы хотите про него больше узнать у вас есть два варианта первый вариант посмотреть мои предыдущие видео второй вариант написать в комментариях к этому видео свой вопрос и я постараюсь вам на него ответить либо даже снять видео ответ ну там например вы хотите там чтобы я запустил какую-то программу посмотрел какие будут данные да я это смогу сделать у меня приходит 16 и 32 гиговая версия цвет белый и черный поэтому задавайте вопросы либо по одной либо по второй версии ну без проблем могу сделать сравнение и обзор значит все на сегодня все что пришло мы распечатали подписывайтесь если вам понравилось на видео у нас будут приходить новые посылки мы будем раскрывать будем про них говорить в точности еще раз да идет нож из этой же серии причем нож который здесь стоит в районе по-моему 12-13 тысяч да я его заказал там за полторы тысячи на него скоро будет обзор этот нож стоит по-моему все таки в районе 600 рублей у нас он стоит в районе опять же трех с половиной четырех тысяч да качество вполне хорошее также наверное в следующем видео я смогу упомянуть насколько мне понравился вот этот чай всем всего ставьте лайки подписывайтесь задавайте ваши вопросы до скорых встреч до скорых встреч до скорых встреч